Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас будет видео, которое я прокомментирую, как часто это делаю в моей рубрике по аналитике. Прислал мне очередной зритель вот такое видео. Вегетарианство, спасение планеты или показуха? Неудобная правда. Интересно, для кого только эта правда неудобная? Ну, я так полагаю, что она неудобная всё-таки для тех, кто это видео делал. Потому что, и кстати, что их корёжит? Вот они как вы относитесь к вегетарианству? Некий кик-брейнс. Во-первых, уже то, что это не Вася Иванов, а кик-брейнс, причём по-русски, на чистом русском вещает, это уже пошлость. А что касается самой темы, то, естественно, как из неё следует, во-первых, следует протест данного автора. То есть, он категорически против, он хочет убивать и поедать животных. Пусть убивать не сам, но поедать уж точно сам. Под это дело он, как и водится среди подобных людей, подводит какую-то, так сказать, идеологию, научные якобы какие-то, может быть, обоснования, ещё что-то. Ну вот, послушаем в очередной раз, что пытаются показать, как доказать, так сказать, себе и другим. А тут, конечно, да-да, прекрасно, великолепно, наконец-то ты, мол, оправдал мою сосиску, любимая, которая меня терзала, есть или не есть. А тут вот очередная такая статейка, такое видео, бальзам для любителей мяска. Чтобы свою совесть от природы, которая мучает человека, когда он делает что-то плохое, поганое, нечестное, естественно, надо замылить. Ну и давайте начинать, будем слушать, и я буду комментировать. Ну, кстати, потом, может, покажу ещё пару таких, мне же прислали. Некая какая-то диета-карнивор, мифы о мясе, некий такой иностранный уже товарищ идёт. Ну, в принципе, всё там об одном и том же. Даже мне прислали про жир, как жир убивающий, то есть растительный, якобы, она говорит, и жир спасающий. Но вот эти доводы, кстати, буквально за три минутки мы послушаем и я объясню, в чём тут суть. Поехали! Кик Брейнс представляет Не используйте пластиковую посуду, принимайте душу вместо ванной, перестаньте употреблять мясо животных. Каких только боевых кличей не услышишь на улице в наше время. То есть уже это протест с первых минут. Пластик, мол, не употреблять. Это он мне запрещает пластик употреблять, типа того. Ну, правильно, запрещают. Только, конечно, не запрещают, а призывают людей разными методами. Призывают люди. Что вы делаете с планетой? Вот это миллионы тонн пластика и прочей гадости, которые от детских игрушек, которые ребёночек поиграет денёк-другой, а потом вы, дебилы, родители, купившие ему это, выкинете. И миллионы тонн пластика горами будут уничтожать тысячи лет нашу планету фенолами, диоксинами. Мало того, что вы ребёнка своё травите. Ну, ладно, вы дураки, вам не жалко своего ребёнка. Но вы и из-за этой идиотской приходи маркетинга вот этого, что они с этим играют, у знакомых играют, и купим мы на своему. Ну, убивая эти планеты, пищевые одноразовые вот эти вот покупать, что-то съесть, чтобы выкинуть большущую упаковку пластику, это, конечно, ну, это неправильно по меньшей мере так, так сказать. Ну, и автор уже это возмущает, безусловно, он хочет плыть по течению, прекрасно жить, чтобы ему никто не мешал. Это как в своё время выражение такое, да, что зачем ты пришёл мешать нам жить? Вот к чему всё это на самом деле сводится. У нас дойдут руки до всех, но первым делом... Ну, а у меня дойдут руки до вас, идиотов, естественно. Я про идиотов говорю, вот про таких наглецов надменных, про автора вот такого и подобному им у меня тоже руки дойдут легко. Поговорим о веганах. Давай. Слишком уж горяча тема в последнее время, и слишком уж много знаменитостей кричит с экрана о том, что животных нужно беречь. Вот подонки, действительно, да, какие же поганые люди всё-таки, которые кричат, что животных надо беречь. Ну, ублюдки просто, что тут можно сказать? Животных беречь не надо, их надо просто эксплуатировать, резать так, чтобы прям кишки до потолка летели, ну и, соответственно, жрать. Ну, уж в каком виде, это кому как виднее. Тут сейчас развелось таких, как правильно он говорит, и пали у всяких фантастов, пожирателей, трупов, которые, так сказать, предпочитают верить в то, что их предки были неандертальцами. Ну, то есть, они потомки неандертальцев. Ну, давай, мол, жрать тогда трупы животных, а именно мышечную массу. Ну, уж не знаю, может, кишки тоже едят. Именно голыми руками, сырыми и так далее. Ну, ладно, их цивилизованные, более цивилизованные собратья, которые любят айфоны и, так сказать, прочую прелесть цивилизации, но при этом, так сказать, не из-за необходимости только лишь работы, а так, от нечего делать, к ногами баловаться целый, так сказать, день с утра до вечера, тыкаться пальчиком, но при этом любящие все блага цивилизации, все удобства, то есть, ну, безделие, в общем. По сути, конечно же, не хотят трудиться, чего-то делать, и, конечно, они хотят есть то вкусное, привычное, что им вкусно и привычно, а оправдалки найдутся, это не важно. С этим мы полностью согласны. Да, но с большинством вегетарианцев не очень. Почему? Сухие факты в ближайшие пару минут. А пока ждем ваши отношения к вегетарианству в комментариях. Разомнемся наукой. Чисто биологический человек, млекопитающая отряда приматов и семейства гомини. По факту это означает, что молочком матери питаются лишь новорожденные. Ступив в относительно осознанный возраст, мы превращаемся во всеядных. Нет, глупость. В природе всеядных животных практически не существует. У всех видов животных на планете, тем более у млекопитающих, есть свой определенный тип питания. Подробно об этом рассказываю в моей лекции «Девять причин болезней». Там можно четко и понятно послушать, посмотреть, уяснить эти особенности. Любой зоолог знает, что у любого животного есть свой биологический тип питания. И только человек руководствуется идиотской пословицей, что, мол, все полезно, что в рот полезло. Ну и тогда не удивляйтесь, что миллиарды людей, миллиарды больных таким радостным голосом вещают, ну, чтобы вкусно пожирать первые годы. А последние годы будут мучиться, умирать от тяжелейших болезней. Ну, такой радости уже не будет задора в голоске-то. Но ведь все начинается сейчас, мы последнюю четверть своей жизни куем в первой ее четверти и первой половине. Человек может похвастаться практически максимальным рационом на планете. Похвастаться можно мозгами, а у кого их нет, хвастаться нечем. А тем, что можно пожрать все, что угодно, так сейчас вам куча дебила по разным каналам. Он пятница и прочие, которые ездят и только делают рейтинг на тупости людей, отупление их, добивая их еще морально-духовно до самого нижнего предела, ну, вместе с телешоуми, ток-шоуми, сериалами и прочее, чтобы люди были, так сказать, на уровне ниже, чем неандертальцы в прошлом. Вот. И поэтому в кучку туда идут такие передачки, как ездят по всему миру, жрут там тараканов и все, что угодно, и выдавая это за некий такой вот новый уже подход, что это, так сказать, экзотика. А потом это привьют как норму жизни, потому что, мол, питания-то мало на планете, оказывается, растительного недостаточно, нужно и белок восполнять. А где белок? Вот, насекомые, муравьи, самое то, что надо. Корнеплоды, яйца, мясо, рыба. За последние столетия наши желудки стали привередливей, но все же с минимальной обработкой человек может скушать практически все. Это его преимущество, что ли? Это его, как-то сказать, и что это ему придаст? Продолжительность жизни, бредятина. Да, в природе есть животные, те же олени северные, которые что едят? Ну, ягель, то есть, мох вот и так далее, но что? Ну, листья каких-то мелких карликовых там, берез обглодать там, если мигрируют на более южные части, значит, это понятно. А они также, мало кто знает, могут съесть леммингов, то есть, маленьких грызунов, хомячков, похоже, пуклые, смешные, когда голодные годы от голода, как люди ели от голода крыс в блокадном Ленинграде. Кто же осмелится, как говорится, кинуть в них камень за это? Мало ли, что человек может в сумасшествии, в гологолодном, так сказать, состоянии. Но, так сказать, им-то нужны яркие примеры. Так вот, вам яркие. И что олень поэтому становится всеядным? Нет. Никто из научной среды не скажет, что олень всеядное существо. Однако, животное может есть несвойственную ему виду пищу какое-то время, но обязательно от этого будут последствия. Так же, как и у человека. Вот от такой радости сосиска жареных будет, а сосиски это все, я под это слово, и мясо, бюштекс, котлеты, какая разница, все это сосиска. Это в голове сосиска. Предвзятость, предубежденность, вера людей в то, что это еда наша человеческая, якобы так было всегда, так нормально, это естественно. А ну-ка, не смейте, надо сказать, отбирать у меня мою любимую сосиску. И это никак не противоречит вегетарианству. Он что, идиот, что ли? Вегетарианство это не поедание трупов животных, а это поедание. Значит, это есть противоречие, конечно. И отказаться от мяса возможно. Но возможно ли практически? А практически это сделать еще легче, чем теоретически. Просто взять и не жрать то, что от природы не свойственно. Так, ставим сюда кусочек из деревни глухой одной бабушки в очередное это видео. Ставлю, ну, для тех, кто еще вообще мои видео не смотрел или не видел те. Про мясо, как бабушка говорит, что она никогда в жизни, собственно, мяса не ела. Расскажите о себе. Сколько вам лет? Да только всего с 27-го. Как у вас здоровьица? Богу благодарю, на ногах хожу. Все удивляются. Твои все лежат, а ты ходишь. А я батюшке говорю, батюшка, они мясо едят. А я с 27-го года, как родилась, мясо не ем. А теперь ставим то, что, значит, написала мне в блоге у меня женщина про питание их бабушек и дедушек. Давайте это. Так, идем дальше. Стоит упомянуть, что откажись все люди планеты от мяса определенное количество тысяч лет назад, современным веганам было бы грустно. Нет, это было просто прекрасно, потому что не было бы, как правильно сказал Толстой, не было бы боин, не было бы воин. Действительно, та сумасшедшая жестокость, ненависть и прочее в мире бы так не развивались, как именно развивали те люди, которые и привели к тому, что все друг другу не братья враги, и к тому, что самый нечеловеческий, бесчеловечный тип. Люди и правят миром, капитализм, а именно высшая его стадия империализм, когда все ради денег наживы и, собственно, управления. Главное, это контроль над людьми, то есть полное порабощение. И порабощение ведь это не когда раб на галерии, не только тогда, а когда еще мозги в кандалы закованы. Вот у людей большинства закованы кандалами. Мозги, они не способны даже мыслить. О чем же тут вообще речь идет? У них возмущение, мол, котлет дайте. Их не существовало бы в помине. Человечество, а гибель. Только мясо помогло нашим предкам пережить ледниковые периоды. Ну да, и тут, конечно, картинки из фильмов, потому что ведь нет исторических фактов, как все это было, реальных. А тут есть домыслы художников, по учебникам которых мы учились в школах и институтах. Мультфильмы, где мамонтов убивают камнями, поедают потом и так далее. Я поражаюсь, каким скудаумием надо обладать, чтобы в это все верить только лишь на основании того, что мы где-то увидели. Да, мы просто верим свято, особенно раньше, в советское время, тому, чему нас учат. Но это не значит, что все, чему нас учили, есть правда. Есть же и здравый смысл, логика. Ну-ну, мамонтов в три раза больше слона современного, камнями убить, выкопать яму. Да, они бы не выкопали яму. Тем более там, где водились мамонты, там почва-то каменистая. Сейчас экскаваторами-то не всеми там выроешь, вязнут в глине и камнях, валунах. Яму вырывали, а камнями убивали. Ну, совсем идиоты, что ли. А то, что кости находят для тех, кто совсем отучился думать, критические мысли, да, логично, я объясню еще раз, в который раз, что вот как сейчас находят каких-то тотемных животных там рядом с человеком, или там, ну, неважно, мы точно знаем, что их не едят там, любимцев домашних, неважно. Вот также слоны, вернее, мамонты были домашними животными и помогали в хозяйстве, поскольку они сильные, мощные. Вот так как сейчас в Индии, в Шри-Ланке там помогают, они деревья носят, дома строят, слоны современные, а те-то еще больше могли физически. Вот и находят этих рядом с, значит, захоронениями людей. Но это не значит, что они их ели. Это не значит совершенно. И вот эти все фантазии просто для оправдания своей любимой сосиски. Когда с растительностью было глухо, сейчас достать... А когда с растительностью было глухо, да, тогда человек мог способен есть что угодно. Это не значит, что это правильно, и не значит, что он является всеядным. Да, еще раз повторяю, что человек в критической ситуации, конечно, может съесть все, что угодно. И подошву он резиновый варили, и ели в блокаду Ленинграда. И все, что угодно. И кору осины грызли, как зайцы, и так далее. Но это не значит, что это нормально в повседневной жизни. Любые овощи и фрукты не проблема. Но ученые считают своим долгом отметить пару фактов. Первый – целый ростик аминокислот и витаминов, содержащихся в мясе. Ну вот ученые вам также могут отметить, что в человеческом мясе, почему же только в других млекопитающих животных, мы же, как он говорит, к гоминидам относимся, к приматам, ну и в нашем мясе очень россыпь целая, большая аминокислот, витаминов. Давайте жрать человеческое мясо. Или тут какая-то мораль встает на пути, а? Почему так нельзя сказать? Ну давайте, убивайте прохожих, жрите их мясо. Ну вот Чикатило же так делал, или кто там в банке мариновал даже, говоря, отварил тушенку из человечины. А какая же разница? А разница здесь в разумном и этическом подходе. В человечности, ту, которую мы просто губим в себе, эту человечность. Родители наши с нами творят непотребные. Они просто говорят нам, это твой друг, собачка, кошечка, а козленок, ягненок, теленок – это твоя еда. И постепенно этот диссонанс, вот это вот природное возмущение, непонимание в ребенке гасится, губится, душа черствеет. Потом мы становимся к этому так потребительски относимся, что, мол, да, это еда, а это не еда, они такую же боль испытывают, как вы. Такое же сострадание. Хотят к себе испытывать страх в глазах. Понимают, чувствуют, что их ведут на убой тех же коров, кост, неважно. И боль они чувствуют, и кровь у них есть, как у вас, горлопанов, любителей поедания трупов животных. Вы об этом хоть подумайте? Не только о своем брюхе поганом. Брюхо ваше, и вы сами проживете без мяса. Своё-то мясо нарастает не только от того, что вы и другое мясо едите. Глаза-то ваши не будут лучше видеть, если вы будете глазами питаться других животных, кто незрячий. От этого у вас глазки-то ваши не восстановятся. А также и миску ваша нарастёт не потому, что вы съедите это мясо, где рост витаминов, аминокислот. Потому что если вы в пищу вообще будете просто поставлять себе витамины, жирные кислоты, аминокислоты, то есть протобелки, аминокислоты. Ведь ещё раз повторю здесь в который раз, что белки не строятся из белков, белки из аминокислот строятся. Вот вы съели белковую пищу, неважно, животную, растительную, в желудке, а потом уже в 12-перстной кишке, в следующем отделе ЖКТ, благодаря ферментам, например, поджелудочной железы, так он как трепсин. Не только фермент пепсина желудочного сока, кислая среда работает, но и дальнейшее идёт. Переваривание бактерий, определённые микрофлоры, белки, разлагаются до мономеров, то есть вот эти полимерные цепочки белковые, до мономеров, до аминокислот. То есть аминокислоты, их 26 сейчас уже открыли, 8 якобы незаменимых, то есть в одном продукте, в растительном, якобы их нет. Хотя на самом деле есть такие продукты, но об этом я в других лекциях говорил, не буду сейчас повторять. Так вот, когда эти аминокислоты всасываются в кровь, через тонкий кишечник, и кровью разносятся во все клетки организма нашего, где в каждой клетке любой, там, как, неважно, там, нейрон головного мозга, или гепатоцит клетки печени, или другие любые клетки организма, там есть такие органеллы внутри, да, так же, как ядро, там, и прочее. Вот есть такие рибосомы. Вот в них, в рибосомах, происходит процесс вот этот сакральный биосинтеза белка, то есть образование белка, нужного клетки, или группы тканей, вот эти, соответственно, органу определенному, из аминокислот, то есть только так, ну, с участием ферментов, витаминов, но, если это так, а это законная биология основы, то есть только синтез, нужный, в данный момент белок синтезируется в каждой клетке, и это только природа, только организм знает. Поэтому нам нужно что в пищу? Белки? Говоря о белках, нет, только аминокислоты. И поэтому животные белки, поскольку это высокомолекулярные белки, они практически с огромным трудом перевариваются в организме, потому что не хватает нашей ферментной системы, мы под это не заточены от природы. Вся наша анатомия, биология, физиология, биохимия говорит об этом. И тогда возникает реакция, если чужеродный белок не полностью переварился в организме, попав в кровь, то есть из 12-перстной кишки, из тонкого кишечника он в кровь всасывает, цельный белок, возникает точно такая же реакция, как на попадание в кровь вируса, бактерии, грибка, любого вида, а именно реакция антигена, антитела, когда наши иммунные клетки, лимфоциты, макрофаги, вот эти, да, уничтожают, поглощают чужеродные белки, чужеродные агенты, попавшие к нам в организм. И реакция идет совершенно одинаковым образом на любой вирус, скажем, грибок, бактерию или белок, съеденный куриной ножки. Реакция-то идет не на название, которое люди придумали разумно, да, а на что? На вот эту сложную структуру, высокомолекулярный белок, который не образовался в нашем организме, и он потому, ну, коли он не в нашем организме образовался, является чужеродным, и его надо уничтожить, так же, как вирус, белок, бактерию, белок, и грибка, тоже белок, как основу живой структуры. Эту чужеродную структуру так уничтожает иммунная система каждую минуту, каждый день, каждый час. Но мы, поедая трупы животных, получая высокомолекулярный, самый тяжелый в переваривании белок, мы, извращая законы природы, получаем ответную реакцию, то есть накопление гнойных токсинов и трупных ядов в организме, потому что все это в полной мере не выводится и не может вывести из организма. Остается это в виде кооцерватов, таких даже в клетке внутри, в такие маленькие мешочки с гноем, когда уже лимфатическое пространство межклеточное не справляется с воведением и так далее, и так далее. А дальше второй структурой, третьей идет наложение, это развиваются на ослабленном организме грибки, вирусы, бактерии, дальше идет онкология и так далее. Все это по нашему невежеству человеческому, когда мы извратили законы природы, стали пожирать трупы убитых животных, что противоестественно и морально, и этически, и с точки зрения просто здравого смысла. Но идем дальше. Фосфор, калий, цинк, подобного добра в животной пище навалом, а они крайне важны для здоровых костей. А что, этого нет в растительной пище? А откуда же вот это все, фосфор, калий, кремний и так далее, коровки берут, которых вы жрете? Из травки берут. А из плодов, как вы думаете, вот кем вы и являетесь по сути своей? То есть плодоядными существами. Люди не травоядные, разумеется, не всеядные, и тем более не плодоядные, а плодоядные, про это что-то все забывают или не хотят говорить. Никто из этих крикунов. Плоды-то концентрат энергии солнца, минералов земли, и там и кремний, и фосфор, что хотите. Ну, откройте просто таблички, посмотрите, где чего больше. Вот сладкий продукт, там много калия, если мы говорим о минералах, и так далее. Другая беда, это скудность почв. Не содержат они уже того минерального состава, который содержали там 200-300 лет назад. Это беда. Об этом, кстати, очень подробно. Про эти симбиозы, про эту логистику, я рассказываю в своей лекции «Лес и почва». Обязательно ее посмотрите. А что касается, как, откуда, современному человеку, именно современному, в этой большой проблеме современного мира уничтожение фактически живых почв, где действительно не хватает микро-макроэлементов, ну, по крайней мере, микроэлементов. Это главная беда человечества. Вот вы можете посмотреть подробно в моей лекции «Гисбактериоз» полной версии. Потом. А теперь продолжаем. И нервов, и организм в целом. На бумаге тот же кальций и присутствует и в растениях. Да вот беда, его связывает нехороший фитин и усваиваемость такого вещества минимальна. Ну что за бредятина? Ну что за бредятина? Во-первых, действительно, все, что зеленого цвета, салата и прочее, это магния, и там много кальция, этого кальция всегда хватит. Анализы это вполне показывают. А то, что усвоение кальция, там много других есть действительно проблем. Во-первых, может быть дефицит кремния с этим связанной проблемы у человека с пищей, он не получает, предположим. У человека может быть дефицит витамина Д3, на солнце мало, либо, так сказать, есть иные проблемы. Надо просто обследоваться на витамин К, К2, Д2, Д3 и Б12 гомоцистеин. Если есть проблемы в этом, корректируйте. Все. А совершенно из растительной пищи, как все живые существа, высшие млекопитающие, растительноядные, плодоядные, всеядные, а их таких очень мало, ну, типа кабанов, медведей, действительно есть такие, но их мало, получают все прекрасно питательные вещества. Если бы они все были по сезону, они бы и не питались животной пищей. Не будем забивать вашу голову названиями сложных веществ и лишь резюмируем. Нашему организму нужно мясо. То есть, стоп, а где тут? Вывод из чего сделан? Никакого доказательства, но нашему организму нужно мясо. Ну, тогда так. Нашему организму нужны кишки. Нашему организму нужно говнецо животных. Выковыриваем их из кишок и потребляем. У него питательные детальки гораздо проще, чем из растений. Но что до знаменитостей, спросите вы? Жарет лето, питается лишь растительными продуктами и в 47 выглядит на 20. Натали Портман отказалась от мяса и смотрится божественно. А Туби Магуайру растения не помешали стать супергероем. Здесь кроется самый болезненный факт. Пожалуйста, не смотрите на знаменитостей. Они действительно не едят мясо, но на них работают целые отряды персональных диетологов, тренеров. Ну, а вам повезло, и на вас работаю один я. Вы можете просто, даже если не хотите ничего у меня покупать, никаких проблем, просто хотя бы для, ну, скажем так, воспитания, что ли, мышления, для познания правды жизни всего лишь и так далее, ну, смотрите тогда мои видео, где я объясняю, для кого я их снимаю сотни видео, где черно по белому, четко структурировано объясняю причинно-следственные связи. По крайней мере, вы будете знать, сможете ли вы в современном мире так жить, так питаться, или не сможете, как вы сможете изменить или скорректировать. И все это есть в моих лекциях по кровеносной системе, по дыхательной, по пищеварительной системе, по лимфатической системе, лекция по печени, желчному пузырю, поджелудочной железе, да, и так далее, и так далее. На любые вопросы есть ответы. Пожалуйста, хотите растворить камни в желчном пузыре без операции, вот вам видео. Хотите в почках, у кого есть, или в мочевом пузыре, камни растворить, пожалуйста. Есть гипертония у вас или у ваших родственников, вы вообще не понимаете, не в теме, плывете по течению, а хотите понять, вот если хотите понять, моя лекция гипертония, часть вторая вначале посмотрите, а потом часть первая. Инфаркт, предрасположенности, лекция инфаркт, всему есть причины и следствия. Я это простым доступным языком, сложный биологический, медицинский вопрос поясняю. Можете смотреть и, как говорится, быть в курсе, в теме. Ну, ладно, он говорит о известных людях. Так вот, у каждого человека, даже с самым малым доходом, есть такая возможность питаться адекватно, и правильно, и получать себе питательные вещества. Просто нужно, либо, если нет денег, проявить очень большой труд, есть дикоросы по сезону, заготавливать их себе на зиму. Скажем так, сныть крапива, листья дуванчиков, молодые поддорожника, молодые листья березы, это все вам в помощь. Выращивайте на грядках, кто мешает. Вот у меня есть такое видео, а как быть в Сибири, собственно, сыроеду? Ну, посмотрите, как раз человек задает вопрос, а вот вы хорошо говорите на юге, а как вот в Сибири? Да легко, как? И, кстати, под видео многие писали, вот я живу в Сибири, я сыроед прекрасный и так далее. Ладно, ладно, идем дальше. Поваров, здоровье и тела селебрити очень дорогая штука, и, насмотревшись красавца Джареда в кино, не бегите в магазин за огурцами. Ну, как он все упрощает и опошляет? Ну, при чем тут сразу огурцы? Они надо в магазин сами выращивать. Никто не может, берите у фермеров, берите не те, которые просто огурцы по названию, не пустышки, а действительно выращенные на качественно подготовленных почвах. Это сложно найти, но это можно, и не одними огурцами, морковью, свеклой, что он может там привезти, в пример, жив человек. Есть суперфуды, так называемые, да, в современном мире трудно без них. Конечно, все эти известности это знают, и они потребляют, я их прекрасно знаю, безусловно, а как без этого? У вас есть фактически, вот по его простая возможность, в смысле, у кого нет денег, но есть такая, у кого много денег, там, если не лентяй, не лодори, так сказать, понимает, что к чему тоже, тем более легко, да, ему, конечно, легче будет такому человеку. Есть средние, так сказать, люди с достатком среднего, ну, и что, и они, что же, вот я по практике скажу, что у меня, среди моих клиентов, по продаже биопродуктов, наших, нашим клиентам, огромное количество людей, и пенсионеров, пусть это кого-то удивляет, скажут, о, какие-то пенсионеры, там, ну, есть, да, из разных городков страны, берут и заказывают, и даже приезжают на ярмарки, которые раз в месяц, последнюю субботу, воскресенье, каждый месяц проводим, принимаем участие, вегмарты, да, и так далее, покупки, из разных сотен городов страны и мира заказывают, это разные люди, совершенно разные, даже в деревне заказывают, ну, конечно, кто-то может копит, и в деревнях есть люди, те же фермеры, есть просто несколько проблем, проблем, которые не позволяют человеку, современному, особенно живущему в городах, и потребляя пищу только из супермаркетов, быть здоровым, что бы он не потреблял, животную, либо растительную пищу, но есть, вот, я вам советую это видео посмотреть, про, ну, благодарность, которую мне озвучил, в видеоролике записал видео маленькое, вот этот молодой человек, посмотрите, потом это будет очень поучительно, ведь там как раз эти нюансы, он и поясняет, что питание, питанию рознь, видовое живое питание, у всех людей тоже разные, люди ошибки делают, вот послушайте это видео потом, вернитесь к нему, кстати, в описании, обязательно ссылка на него, как и на другие видео, которые я сейчас вам говорил, и буду дальше советовать, будут обязательно посмотреть их, продолжаем. Вы не знаете ни его, ни других знаменитостей за пределами экрана. Техники распознавания личности и повадок людей с одного взгляда сложны, и в совершенстве ими владеют лишь единицы, а обучают искусству вековной психологии, сейчас он про это рекламирует, про психологию, перелиставая психологию, так, все понятно, ведь поверьте, он ест не только их, веганские такос, протеиновые батончики, гречневые панкейки, вот только вершина рациона господина Лето, бог знает, чем еще докидывают актера-диетологи, нам это не так важно. Нет, это чужие. Кто хочет быть здоровым человеком, не есть вредные однозначно продукты, но не хочет получать дефицит питательных веществ, пожалуйста, моя лекция дисбактериоза, вы все поймете. Один из вариантов. Другие варианты указаны в других моих лекциях, посмотрите. Более важно то, что это его работа. Мы ни в коем случае не умоляем заслуг Джареда. Он большой молодец и прекрасный профессионал, которого мы очень любим. Но нельзя забывать, что набирать и сбрасывать форму его единственная и главная работа. Она кормит его, и голова актера болит лишь об этом. А на каком месте в списке головных болей стоит для вас питание? Подумайте, сможете ли вы заменить каждодневные заботы и работы на упорный переход к растительной пище? А что это за бред? Просто надо один раз хорошо продумать, понять, составить даже в уме хотя бы, а лучше на бумаге, для себя некий рацион. И примерно придерживаться вообще, не задумываясь об этом впоследствии. То есть вот некоторые считают, что там веганы, сыроеды, особенно известные, кто что-то пропагандирует и прям только жизнь посвящает. Но у меня, например, на это уходит одна, там, не знаю, сотая моей жизни. Я вообще не думаю про это, так сказать, фактически. Меня уже просят, говорят, составьте рацион. И действительно, такое видео я, наверное, сделаю, придется, потому что действительно стоит пояснить вот эту конкретику. Ну, хорошо. Просто люди, которые все мои видео смотрели, они и так могут составить на самом деле для себя рацион, собирая по крупицам эту ценную информацию, которую я даю вот в десятках, сотнях лекциях. Да, на это надо время, но это время ваше время. Это на вас будет работать, а не против. Вы не потратите его, а сэкономите. Разумные люди так и поступают. Есть те, кто очень больные люди, смотрят мои лекции по 8-10 часов, и проблемы их со здоровьем проходят. Есть люди от рака, исцелившись. Я уже даже не говорю, когда идет правильный системный подход. Но когда мы консультируем, то есть я провожу консультации и понимаю, значит, человека уже, все его проблемы подробно, и смогу задать вопросы, получить ответ и составить методику. Там не только питание, а препараты, грибные, травы и так далее. Но даже есть люди, которые это ничего не смотрели, не проводили, по крайней мере, никаких консультаций, но изучали глубоко эту информацию, которую я даю, и уже изменили только после этого свою жизнь к лучшему. То есть выздоровели, излечились от многих серьезные заболевания. Потому что переведя человека на мясо, он не будет излечиваться от заболевания. Это как раз бред и ложь. Если даже кто-то об этом говорит, хотя уж даже самые защитники большие мяса, про, например, такие серьезные болезни, как аутоиммунный рак, про это не говорят. Рот на это не открывается у них. А вот наоборот, переведя человека на сыроедение, на живое растительное питание, правильное, да, объективно правильное, со всеми питательными, нужными для человека веществами, которые только ему нужны для всех биохимических процессов, это всегда происходит. То есть он выздоравливает. Дальше слушаем. Делать это придется в одиночку. Квалифицированный диетолог, подавляющему большинству, обойдется не по карману. Да и ритм жизни у нас такой, чтобы есть что-то конкретное в определенное время. Мы не звезды, а простые работяги, организмы которых работают иначе. Это что за бред? Ну как интересно. То есть у работяг организмы работают иначе? Да вот только это сказав, человек ставит себя, ну, на равных с Шариковым, потому что он просто, собственно, противоречит законам бытия природы. Все подобно и вид идентичен. И все биохимические процессы идут в каждом организме определенного вида животного одинаково. Вопрос только в осложнениях, вызванных заболеваниями, в каких-то травмах и так далее, в условиях, которые человек попал. Но это отчасти, а биохимия все равно идет одинаково. Процесс, например, фотосинтеза в хлоропласте растения идет точно так же, как в теплице или на открытом грунте, просто в меньшей или большей степени. С дефицитом или нет некоторых витаминов. Так же и у любого животного человека клеточный процесс деления, скажем, в процессе метоза деления клетки или процесс биосинтеза белка, репликация ДНК и так далее идут одинаково. Бывая об этом, при переходе на вегетарианство многие банально теряют здоровье. Да ну! Пожалуйста! Ну а теряют ли здоровье те, кто не переходит на вегетарианство? То есть миллиарды людей, вот мясоедов, они вообще, есть больные среди них? Вот какой же чушь надо нести? Якобы это он что-то доказывает. Просто воздух мелят впустую. Это же вот просто бредятина, чего он говорит. Ну что, миллиарды людей не больны, не умирают от рака, других заболеваний. Да миллионами умирают, сотнями миллионов. В конечном счете, миллиарды и все от болезней, а они все мясо едят, как раз и не вегетарианцы. Самая уязвимая группа кормящей матери, которые мало того, что сами страдают недостатком железа, так еще и кормят младенцев. Нет, просто он сказал бы недостатком каких-то питательных веществ. Нет, прям зек железа приплел. Ну прям все он знает. Ничего не страдают, никакие. Ни моя жена не страдала, выкармливая, ни тысячи людей знаю, которые, напротив, родили абсолютно здоровых, по десятибалльной, десять, девять с половиной десять в шкале здоровых детей, которые не имеют проблем, а наоборот сверстники все больные и болеют, а они не болеют вообще ничем. Таким же молоком. А ведь малыши еще не определились с переходом на растительные вещи. Да, правда, не определились. Так же как, ну давайте сейчас будем толерантностью играться. Уже это довело Европу до многого. И США сейчас прям. Ага. Будем им вредить, а потом, соответственно, спрашивать. Ну ничего, как ты теперь хочешь? Вот я тебя убивала всю жизнь, а теперь давай, так сказать, уже подросток, определяйся, как ты будешь дальше жить. А он дальше никак не определится, если его на наркотики подсадите. Он не определится, он будет это жрать. И только единицы из тысяч, так сказать, осознать смогут и изменить свою жизнь. А миллионам, миллиардам вы шанс просто не дадите тем, что вы не будете за них раньше решать. Когда вы все и так знали, а решать за них вы не будете. Вы обязаны за них решать, если вы желаете добра вашим детям. Как и животные. Если вегетарианство у людей осознанный выбор, то бедных братьев наших меньших к нему принуждают. Многие радикальные веганы подсаживают на свои убеждения котов, организмы которых в принципе не предусмотрены для растительного питания. А теперь минуту. Значит так, вот тут вставляем отзывы людей, которые перевели действительно, абсолютно по природе не растительноядных животных, а уж точно по строению внешнему, внутреннему, то есть анатомическому, да, и так далее, действительно хищников. Я имею ввиду котов и собак, но что происходит, когда люди, видя, что их животные умирают от неизлечимых заболеваний, ветеринары уже крест поставили на них, и тем не менее, они, хозяева, как за последнюю соломинку цепляясь, решили, некоторые единицы, конечно, попробовать перевести на растительное, и я подчеркиваю, живое растительное питание, кошек, собак, и что получилось, читайте и продолжим дальше. А ссылочку, где подробнее, дадим под этим видео. Действительно, это хищники, но происходит что-то интересное, что-то сакральное, даже с организмами хищников, и когда проходит рак, другие неизлечимые заболевания, когда человек меняет им питание в корень, и казалось бы, да, хищникам, абсолютно верно, но тем не менее, даже хищники выздоравливают от этого питания. В природе не встречается кошачьих веганов, это хищные животные. Вы же не будете кормить корову мясом, не правда ли? Да, у кошек, естественно, в природе нет тех растений, которые удовлетворили бы их в полной мере, потому что просто они это не выращивают, а травы они едят, чтобы лечиться, начиная от паразитов до восполнения как раз витаминного и минерального состава, баланса, дефицита, который у них однозначно будет при том, что вот я уже говорил, кстати, про олени. Очень хороший кадр, о чем я и говорил. Покормить-то можно и кошку молоком, а что потом будет? А каменно-почечная болезнь и болезнь и некоторые другие инфекционные, в том числе заболевания почек, что знают ветеринары, о чем, так сказать, даже говорят прямо своим клиентам. Чушь собачья и полная. Значит, вот у нас, кстати, есть корм, который мы полностью разработали. Аналогов он в мире не имеет, это дело не в рекламе здесь, а просто к слову. Опять-таки, отдельные видео у меня на этой теме есть. Так вот, а люди отзывы свои оставляют в других тоже видео, когда они нашими кормами животных кормили, а корма наши веганские, первые в мире сыроедные. Я подчеркиваю, веганские корма в мире многие фирмы выпускают, но все они жареные, поэтому уничтожаются почти все питательные, активные, биологически активные самые вещества, очень многие витамины, минералы и так далее. Поэтому происходит такое чудо, как сказать, хотя это не чудо, что после этих наших кормов, когда животных переводят на наши корма, они выздоравливают за считанные недели от, казалось бы, неизлечимых болезней, о которых как раз вот говорят многие умники, что это невозможно. И животные должны есть только животную пищу, вот эти хищники, собаки и кошки. Однако, наши корма полностью сделаны из растительного сырья, оно правда там применяется, вот действительно, как он правильно сказал, сбалансированный, что называется, состав, да, то есть туда входит более 60 видов продуктов, которые содержат тысячи компонентов, где учтено все, до соотношения необходимого всех аминокислот между собой, там жирнокислот и так далее, и так далее. И все это есть в растительной пище, товарищи дорогие, все это и есть. Эти корма, кстати, многие люди едят и безумно рады и счастливы, потому что они в составе в своем имеют вообще все, что нужно человеку. Есть еще десятки критически важных элементов, случаев и примеров, но даже упоминать о них не хочется, ведь в итоге все сводится к утверждению, оформленному выше. Котов трогать не стоит, а с собаками правило тоже. Если вы не хотите убить питомца, вам потребуется не дядя Петя, который умеет кастрировать, а настоящий диетолог-ветеринар. Есть мнение, что во всем СНГ их можно пересчитать по пальцам. Плюсом к этому к делу подкатят специальные корма, экономить на которых нельзя. Как и забывать, что вы пытаетесь воевать с матушкой природой. Ну вот давайте не будем воевать с матушкой природой, а посмотрите сейчас вот этот маленький сюжет, где женщина рассказывает о том, как ее маленькая, ущербная в генетическом плане, ну потому что это искусственные породы, это не овчарки, да, даже такая собака, такой породы, что произошло, собственно, с ней, когда она перевела ее на живое растительное питание. Давайте прямо здесь, чтобы вы не искали, а то многие поленятся, ну а тут заодно, уж посмотрите тогда, что происходит. Долгое время лечили его, ну так, собака возрастная уже, долго его лечили гомеопатией всякой разной, там печень у него была, плохие показатели и по крови, и по всяким УЗИ, там, потом я перевела его на корм Юрия Андреевича. И через, спустя полгода на его корме я сдала потом ему анализы. И врач потом посмотрела, очень сильно удивлялся, как мы хорошо подлечили собаку. Но после лечения, еще прошло года два, наверное, ничего не улучшалось у собаки, то есть были стабильные ситуации, но улучшения не было. И после корма через полгода очень сильные изменения произошли, в лучшую сторону. Показатели изменились, что врач сказала, вы знаете, такое ощущение, что собака не один из лет, а как будто ей годы 2-3 всего. И сейчас он уже год на его корме, ест очень хорошо. Причем раньше всякие разные карманы, которые там были, купались, он их очень плохо делал. А сейчас удалось он их ест, я ему еще добавила, он еще иногда ест фрукты и овощи. Никто, даже по внешним данным, не может сказать, что это собаке 11 лет. Он очень активный, бодрый, бегает, прыгает. Которая установила такие правила игры за миллионы лет до вашего рождения. Но что делать, если сама мысль об убийстве животных противна? Ведь в каждом бургере есть мясо доброй коровки, которую убили. Верно? А что такая вот ненависть или подкол? Доброй коровки, которую убили. Мол, не даете вы нам жрать свое наслаждение? Да не дадим. Когда просто человек молчит, себе спокойно никого не трогает, да ну вы же там выпендриваетесь, вы же хотите здесь показать, что все это нормально, ничего страшного нет. Таким не дадим. И нельзя давать таким. Нельзя оголтелому хаму брать главенство и верх в лжи, в поганом, подлом, ничтожном деле. Нельзя и не дадим. Вариант подключать логику. Не думали ли вы, что в Австралии для защиты растительных ферм тысячами отстреливают кенгуру? А не надо было в Австралии уничтожать живую растительность другими чужеродными видами, и не надо было завозить туда жабуагу, и не надо было завозить туда других животных, в том числе кроликов. Не надо было завозить. Тогда бы не было в природе все взаимосвязано и взвешено. В природе все логично и разумно. Это саморегулирующаяся система. Если бы человек не ломал бы ее через колено, не пришлось бы отстреливать. Это что, аргумент в пользу того, что он что-то доказал, что бери мясо и жри? Нет. Не доказал он также, что природа глупая и сама не разберется. А если человек возьмет ядерную бомбу и везде взорвет, планета там практически погибнет, он что, тоже будет говорить, ну, чудом оставшись живых, что вот, так сказать, природа дура и сама не может баланс соблюсти? Ну, что за бред? Ну, что за, вот, знаете, сколько грызунов и зайцев погибает от ядов сообразительных фермеров? А тот же коллаген, самое популярное вещество в косметике, чаще всего получают из кожи крупного рогатого скота. А не надо пользоваться этой косметикой. Есть же люди, которые не пользуются. И не надо вообще косметикой по-хорошему пользоваться. Это что за бред? Мы хотим быть красивее и лучше для кого? Для себя, для других. Я вообще, знаете, поражаюсь. Вот, женщины хотят, например, там, ну, понятно, а какие женщины? Знаете, откуда пошла вся косметика? Проститутки начали краситься, чтобы венерические свои проблемы, выражающиеся на коже, так сказать, всякими язвочками там и так далее, убрать, замаскировать. Это вот откуда пошло. Это нормальным людям всегда было не нужно. А сейчас скажут, ну, сейчас другой мир, что здесь? Да вы сделали этот мир другим. Так меняйте его теперь дальше. Что это такое? Подражать всем плыть по течению? Ну, дел слабых людей. Хотите быть таковыми, но ваше дело. Бред это все, косметика, прочие дела. Ну, ладно. Там есть натуральные, в конце концов, уж если вы так хотите. Зачем пользоваться этой? Я не понимаю, где здесь противоречия? Впрочем, есть и растительный аналог, но он в 10 раз дороже. Ну и прекрасно. А есть растительные аналоги, экологичные, которые не в 10 раз дороже. Ну что за тук? Не пользуйтесь, реже пользуйтесь. А не то, что с утра до ночи быть как бляди. Вот она красится, вот просто боевая краска шлюхи. Ну что это? Кому это? Это для кого нужно? Ну, для таких и нужно. А для нормальных людей это не нужно. И сомнительно, чтобы кто-то из актеров или знаменитостей вообще заморачивался по этому поводу. Они катализаторы, флагман движения вегетарианцев. Бред и ложь. Очень многие этические веганы как раз не то, что заморачиваются, а просто живут так, они по-другому жить не могут. Такие, как вот воспитали Стеллу Маккартни, Линду и Пол Маккартни, да, то есть росли сами этическими веганами. Ну и что? Ну и она стала таковую. Косметику, там даже линию делала, сейчас одежду, да. И есть такие люди и делают, и пользуются косметикой, которая не тестирована на животных. Вот у нас тоже, кстати, есть мыла, например, ну, правда, там косметики особо нет сейчас пока, но никакой, ну, кое-что есть, но в основном мыла, шампуни. Но они не то, что не тестировались, это только растительные масла и эфиры, что прекрасно мылится, смывают приятные ароматы натуральных эфиров и страв. И что? И только здоровье, прелесть, ароматерапия и так далее. И стоят они не в 10 раз дороже. Ну, ладно, в общем, это все отговорки, когда не хочешь ничего менять, хочешь катиться по течению, жрать что хочешь и пытаться оправдать что-то подлое. Ведь душа человека чувствует, что нехорошо поступаешь, нехорошо. И надо это как-то заболтать душу, как-то вот нужно ее затоптать, принизить все и опошлить. Тогда легче живется, конечно, да. Но, к сожалению, в 99% случаев селебрити это нужно лишь для завоевания аудитории. Взгляните на Льюиса Хэмилтона. Пятикратный чемпион Формулы 1, музыкант и просто хороший человек был избран организацией защиты животных Человеком Года. Он любит делиться фото убитых животных в Инстаграме и гордится тем, что набирает физическую форму исключительно растительными продуктами. Более того, Льюис заявил, что не будет сотрудничать ни с какими организациями, которые поддерживают убийство животных. Миллионы фанатов по всему миру необдуманно бросились в веганство. В смысле? Стоп. Если человек говорит, декларирует правильные вещи, этические вещи, совестливые, разве это плохо? Что ж, миллионы бросились? Ну, просто они, значит, одумались. Кумир, как говорится, да, легче к мозгам призывает или, по крайней мере, к подсознанию. Действительно, это хорошо, если это направлено не на разрушение и смерть, убийство, а на добро с изъеданием и жизнь. Почему же это плохо, что они миллионы бросились? Игнорировав наше предупреждение о диетологах. А вы раньше предупредили, чем они бросились подражать своим кумирам? Какие вообще, даже вот логики нет, простой, примитивной, как они строят-то свои видео, вот, на логизмах сплошных, даже хоть даты не совпадают? И погубили свое здоровье. Здоровье свое погубили миллиарды людей, кто просто неадекватно думает, мыслит, кто ест неправильно, кто ведет неправильный образ жизни, нездоровый, в нездоровой обстановке, с нездоровыми мыслями, и тогда много факторов влияет на организм человека. Еще раз говорю, вот есть лекция на 9 причин болезни. А также посоветую посмотреть с Тюняевым лекции, по крайней мере, о еще одном важном факторе. А тем временем господин Хэмилтон продолжает гоняться в команде Мерседеса. Той самой, что гордится элитной кожаной отделкой своей. А вот дело в том, что, во-первых, где здесь противоречие в том, что если человек говорит правду, это не значит, что даже если этот человек нечестный, бесчестный, двуличный, ведет двойную жизнь, то есть декларирует одно, а живет по-другому, это не значит, что то, что он декларирует, это ложь. Это может быть абсолютно правда, и действительно, человек ради денег, ради чего-то еще может кривить душу. Это очень плохо. Это я лично не принимаю. И если, опять-таки, Мерседес или любая другая марка, а что не существует в модальном ряду, тем более элитных машин, автомобили, которые делаются не с кожей животных, а с разными видами искусственной кожи. Сейчас это очень просто. Вот я, например, одну из своих машин сейчас перешили мне не алькантаром, а есть такая лучше даже, более прочная, гораздо прочнее животной кожи, такая же по виду внешнему, совершенно искусственным материалом. Почему? Что нельзя делать? А что, они не заказывают на заказ такие отделки даже в самых дорогих, тем более в дорогих машинах? Ну, что за чушь? Той самой, что производят бензиновые двигатели в придящей атмосфере. А еще прекрасный человек Ньюис является лицом косметики Лореаль. Эти ребята светятся во всех списках проверки продукции на животных. Ну, прекрасно. Значит, если это на животных проверяется и действительно животных мучают для того, чтобы всякие там мадамы могли, вот так сказать, мазаться и быть похожими на понятно кого, то это не значит, что это хорошо и правильно. И противоречий здесь никаких нет. Я, конечно, лично против этого. На животных нельзя тестировать косметику. Как и издеваться, так сказать, никогда идет речь, да, о жизни и смерти. То есть, естественно, если на тебя напал в лесу, где ты ходишь там, условно, грибы собираешь и медведь, и ты тут уж либо тебя убили, либо ты, ну, ты имеешь право убить, чтобы, так сказать, выжить. Или защищая свою там жену, детей, естественно. Но когда просто так для развлечения, как это делают охотники современные, а не те, кто для пропитания столетия назад, там, например, да, в суровых условиях, это естественно. Ведь да то и дан здравый смысл человеку, чтобы вот это мерило вместе с совестью и здравым смыслом выбирать правильный, естественный путь, за который тебе будет не стыдно перед самим собой, но только если ты честно смотришь правде в глаза, а не своим желанием. Как и Томми Хилфингер, амбассадором которого Хэмилтон также является. Среди веганов популярен сайт Cruelty Free, где составляются списки организаций, и там старина Томми помечен красным. Но это не мешает Хилфингеру вместе с Хэмилтоном выпускать отдельную коллекцию одежды для веганов. Ведь деньги не пахнут. Ну, во-первых, это для этого автора, может быть, деньги не пахнут, и им он предъявляет, как себе лично. Мне, например, лично деньги пахнут. Я от многих вещей отказался даже в бизнесе, имея возможность очень большие деньги зарабатывать, например, на черной икре и так далее, и так далее. Только по той причине отказался, что это стало противоречить моим взглядам на жизнь. И я не могу, так сказать, для денег, так сказать, поступиться со своей совестью. И так должен поступать любой порядочный, уважающий себя человек. Это естественно. Что касается бензина, подколов вот этих, насчет там, с экологичностью якобы не вяжется, то, знаете, тут можно дойти, конечно, до абсурда. Но, в принципе, это правильно. Но опять-таки, здесь нет противоречий. Сейчас уже век идет новой энергетики бестопливной. И это не за горами. Уверяю вас, что скоро появятся новые виды аккумуляторных батарей, которые уже даже не железо, не литий-железо-фосфатные, а нового класса, который позволит тем же автомобилям не 200 километров, скажем, проезжать на одной зарядке электро-тысячу. Кто-то скажет, ну вот, для этого атомные станции работают. Ну, во-первых, свободная энергия. Есть люди, даже в том же США, любимые многими, где есть люди, которые, отдельные люди, которые только от солнечных батарей на крыше заряжают аккумуляторные батареи, а старые утилизируют, либо заново их регенерируют. Есть такие технологии, это все возможно. Ну, то есть, короче говоря, все это дешевые отмазки, лишь бы так не жить. Лишь бы привычно жить, как хочется, как лень. Ну, то есть, по лене своей, как проще. Нет, это не честно. Надо жить так, чтобы не было горестно за свои, как говорится, бесцельно прожитые годы. Как и не пахнет хайп и статус. Любую знаменитость вегана можно найти в одежде, автомобиле или рекламе бренда, который весьма официально убивает животных. И дело не в том, что звезды плохие. Дело в том, что они просто выполняют свою работу и используют все маркетинговые ходы для получения популярности. Ну, во-первых, такие люди, наверное, конечно же есть, я таких людей не уважаю, однако есть и ради справедливости, надо сказать, звезды в том числе, которые порядочные люди, которые действительно искренне всю свою жизнь живут не противореча своей совестью и действительно не используют и косметику, тестированную на животных, не участвуют в рекламных компаниях тех брендов, которые эксплуатируют или убивают животных ради получения продукции своей. Это зачем же врать на всех так? Нечестно. Да, то практически забыл, обещал вам два видео отрывочка показать. Ну, вот, во-первых, такого диета о том, что нужно, говорит человек, питаться только мясом, только вообще мясом и так далее. Ну, сейчас посмотрим, что он там несет и попробуем что-нибудь возразить. вещества. Этот вид пищи ценился больше всего в любой культуре. Время охотников-собирателей не празднует, когда им удается добыть только сладкие картофели. Даже в Библии никто не выкапывает откормленную репу, когда возвращается в родный сын. Всегда использовали жирное мясо. Мясо всегда было самым ценным продуктом. Ну, понятно. В общем, очередная хинея, где взяты цитаты, определенные не в контексте и то, что выгодно оппоненту, а не то, что был рай, собственно, изначально был создан, если уж говорить про Библию, пища – это только плоды, собственно, как во всех религиях, про это черному по белому сказано. И человеку религиозному уж точно надо стремиться к идеалу, то есть к первоисточнику, к эталону, к той жизни райской. Если вы хотите мяса и сковородок шкварчащих, то это вы как раз в ад попадете. И делая ад на земле, попадете туда 100% и совершенно заслуженно и справедливо. После они едят другие продукты, когда в этом месте... А про всяких там жителей не надо. Были еще племена, которые ели только, например, батат, сладкие картофели, 96% их рациона составляло еще 5 других продуктов, полностью сырых и растительных. И про это я в своих видео говорил. В общем, это отдельное видео, его можно, конечно, там также проанализировать, но, честно, не хочу пока. А вот тут вот я кое-что вам сейчас покажу. Какая-то женщина, вроде биолог, и вот послушайте, она как бы оправдывает, что жир нужен именно животный, а растительный вредный. Но давайте послушаем, про какой растительный жир она здесь говорит. Вы внимательно за мной проследите, за эти мысли. Вы здесь видите реакцию солей и желчи на жир. Она всегда существует, она должна быть. Правильно. Но если в нашей пище много свободных жиров, что это такое? Это жир, свободный жир, это выжатый жир. Правильно. Только свободный жир может быть совершенно разный жир. Вы топлёное сало или что-то выпейте, это тоже будет свободный жир. А не только растительный жир может быть свободным жиром. Это рафинированные масла, например. Нормально. Которые мы употребляем при изготовлении, например, картофеля фри. Стоп, секундочку. Вот видите, какие у них железные аргументы. Во-первых, картофель фри это не пища. Я понимаю, что человек это ест, это не значит, что это можно и полезно есть. Это вредно и неестественно. Потом. Второй момент. Рафинированные масла. А что, нерафинированных масел нет? Холодного первого отжима. Который человек может выжать сам, имея маслоделку свою маленькую деревянную или покупать даже если сейчас вакуумного отжима масла. Вот у нас, например, есть такие. Где льняное даже не горчит вообще именно потому, что оно в вакууме сделано, окисления нет и естественно нет горечи как следствие окислительных процессов. И вот есть растительные масла, нерафинированные. Почему же о них она не говорит? А что она сейчас еще тут скажет? Это маргарин. Это также вся жареная пища. Докатились. Маргарин это вообще трансжир. Трансжиры это синоним рака. Это гарантия рака в отдаленной перспективе. Это маргарин или гидротированные продукты. Трансжиры это одно и то же. Это страшнейшие канцерогены и мутагены. Это вообще к пище отношений не имеет. Несмотря на то, что это в магазинах продается и из этого делают всякие печенья и прочие гадости. На этих маслах или любым другим образом обработанное. Что случается тогда в нашем организме? Капли жира должны сначала пройти при помощи солей, желчных кислот процесс эмульгации. В общем, она говорит дальше химические правдивые, правильные вещи совершенно. Только зачем же так перевирать все на начале? Ну, не надо. Это неестественное есть. И тогда не надо оправдывать потребление животного жира, а растительного масла значит, соответственно, принижать роль. Потому что надо есть естественное растительное, уж если масло, говорят, для готовки или, по крайней мере, в пищу. А уж если человек сыроед, ну, в принципе, можно и не есть масло. В тех же орехах, авокадо, во многих растительных продуктах есть естественным образом масла, различные жирные кислоты, да, соответственно, ненасыщенные жиры. Даже насыщенные, как в кокосе, например, или в кокосовом масле. Аналогичный, как животным насыщенный жир, только, соответственно, безвредный и, кстати, почти не окисляемый. Вот. Так что тут, извините меня, тоже вот это вот глупо. Вот, понимаете, все абсолютно без... Я пока не слышал никаких видео, ни от каких умников, гуру и так далее, которые могли бы именно доказать то, что, собственно, что доказать невозможно. Потому что доказать невозможно, что значит то, что якобы трупы животных и животная пища это есть естественная пища человека, несмотря на то, что никаких приспособлений внутренних, внешних, биохимических к этому у нас нет. А только желания, вызванные привычками в питании. И вот эти желания руководят людьми и доводят их до самых страшных преступлений. Даже преступлений попрания здравого смысла, глумления над человечностью, глумлению над природой и просто вот именно разумом человека. Ну вот, собственно, и больше нет смысла говорить вот про это, что я хотел вставить из других видео, потому что мне люди тоже это присылают и отдельно это говорить. Ведь поймите, можно разобрать полностью. Еще 2-3 часа уделить у нее вот идет сколько там? час 20 видео. Ну, значит, будет 4 часа моей аналитики. А смысл? Там все вокруг да около. Я вот на этом примере одном просто показал, как берутся эти алогизмы и как даже если правильно человек с точки зрения биохимии говорит, что он вначале может исказить, вот, извратить, чтобы потом якобы всей своей речью доказать, вот оно, мол, растительное вредно, животное полезно. А на самом деле они ничего не доказывают. Вот все так у них. Абсолютно все. Быть веганом и вести здоровый образ жизни модно. А значит, они будут следовать тенденциям. А почему модно? Откуда она взялась? Да очень просто. Просто эти люди, имея денег, хотят весело и счастливо, так сказать, как им кажется, счастливо, весело, да, в богатстве и роскоши прожить как можно дольше. Поэтому они начинают заботиться о своем здоровье. Этическая сторона, как правило, таких людей приходят чуть позже, но приходят, правда, не у всех. Поэтому есть 3 подхода к этому, как я уже говорил, к веганству, да, почему? То есть люди по трем причинам переходят на веганство, но, тем не менее, все зависит, конечно, от человека. А человек формируется, меняется в течение жизни. Может человек поменяться, безусловно. Поэтому нельзя там абсолютно крест на человека ставить, если он все-таки в ладу с своей психикой, если он здраво умеет рассуждать, если это все-таки разумный человек, а не искалеченный вот этой современной цивилизацией. А искалеченных цивилизаций людей умственно уже фактически отсталых, которые не могут просто органически здраво мыслить, таких, конечно, сейчас большинство. И это ужасно, ведь веганство в том виде, что доминирует на планете, вредит животным чуть ли не больше. Потому что, покупая растительную пищу, вы не будете брать дорогущий продукт, выращенный в теплице. Большинство возьмет что подешевле, и за этим овощем с огромной вероятностью будет тянуться все такой же кровавый след. Это что такое вообще? Это какой оборот логический здесь применен? Вообще, что за ход мыслей? Это что за бред? То есть, фермер, выращивающий, пропахивающий поля из года в год, выращивающий там брюкву, турнепс, какую-нибудь там, картошку, свеклу, морковь, и капусту, он за ним тянется кровавый след, да? Нет, но если он держит еще свинок в приусадебном хозяйстве, их режет, горло кишки, выпускает, жрет сало и ест свинину, то, конечно, тянется, но исключительно в его приусадебном хозяйстве. А на полях уж точно никак не тянется, если тем более там была растительная какая-то продукция, и сейчас другая только растительная продукция, он решил изменить, выращивать другую, но растительную. Какой же след за ним тянется? И почему люди, покупая в дешевых магазинах, собственно, поощряют или поддерживают это? Где тут вообще хоть какая-то малейшая логика? Может, он дальше пояснит? Давайте послушаем. Кто-то скажет, что вегетарианство это лучше, чем ничего. И в целом... Ну, не сказал, понятно. И в целом что, кстати, что вегетарианство лучше, чем ничего? И в целом, что они... ...будет право. Только планета работает иначе. Нет, именно планета так и работает, что в ней все гармонично, а человек извращенец, посчитав, что мать природа дура, и она кормит со стола всех животных уже, чем создала, в готовом виде. А человек нет, мол, для него надо и приготовить, и что-то особое. И он взял, просто уничтожил полпланеты, насадив, расплодив миллиардами животных, убивая, жрет их. И он что, думает, будет все хорошо, нет, будет только плохо. И не будь в ней естественных пищевых цепочек, мы с вами не появились бы на свет. Вот если бы мы были бы разумными людьми, как вообще, как планетарный разум, так сказать, мы бы прекратили поощрять вот убийство животных, мы бы прекратили нарушать экологические связи в природе, вот эти цепочки пищевые и цепи и сети, разрывая, вклинивая туда 90% того, что в природе и быть бы не могло, и менять генетику животных и так далее. И эксплуатировать их, уничтожать, поедать, и поощряя вот этот круговорот мракобесия в мозгах и, скажем, соответственно, болезни внутри нас. И точно так же веганство в современном мире это средство самопиара вместо реального изменения. Веганство в современном мире это попытка достучаться до черствых, спящих людей. Это какая-то попытка показать, что можно жить иначе, хорошо, даже лучше жить, но не уничтожая себе человечность, не уничтожая, не глумляясь над своей совестью, над разумом человеческим, показать, что эта жизнь другая лучше и честнее. И попытка вот сделать этот мир лучше. Планеты, очевидное любому здравомыслящему человеку решение проблемы, это изобретение по-настоящему аналогичных искусственных мясных продуктов. Докатились. Нет. Решение этой проблемы это понимание того, что есть можно то, что положено природой как виду тебе. То есть плодами и улучшать, восстанавливать почву, восстанавливать леса, восстанавливать симбиотические связи, восстанавливать минеральный состав почвы, а значит плодов, выращенных на них. И есть то, что положено человеку как виду, по его внешнему, внутреннему строению, его биохимии от природы. И не умничать, лукаво, не идти на поводу своих желаний и пристрастий, жить не для жрачки, а есть, чтобы жить, а жить, чтобы творить, создавать, созидать чего-то хорошее, светлое вокруг себя, улучшать, создавать технологии, так сказать, те, которые не будут вредить природу, но улучшать жизнь человека и всей окружающей среды. Фактически это то, о чем говорил, мечтал академик Вернацкий в трудах о новосфере, в сфере разума, когда она возобладает над человеком-мракобесом. С полным набором элементов. Еще в 1971 году ученые вырастили гладкую мышцу морской свинки, а нас в 2002 году допилило филе карася. Но где, черт побери, все миллионы веганов планеты, которые по логике должны были поддержать проекты будущего и сломать хребет эволюции? Нет, тут как раз тоже, как всегда, у этого автора логика страдает. Веганы это не только люди, которые думают о питании, веганы это те люди, которые думают о вообще всей сфере жизни человека в целом. Это люди, как правило, не все, конечно, но в основном люди мыслящие именно здраво. И потому они должны быть против того, что идет вразрез с здравым смыслом и логикой природной. Никакого искусственного там мяса и так далее, конечно, категорически делать нельзя. Дальше мы докатимся до искусственного чего угодно, потом до искусственного человека, потом до всех тех извращений, которые насаждают нам через эту всякую толерантность и так далее. И просто перестанем быть людьми вовсе. И к этому все идет. Так вот, этому надо противостоять. И потому по логике и этому категорически нужно противостоять и противодействовать. ответ прост. А не на митингах за закрытие скотобоя, что в принципе нереализуемо. Нет, это в принципе как раз сверхлегко реализуемо. И скотобойни были не всегда. И даже достаточно послушать, почитать Льва Николаевича Толстого первую ступень, когда он ехал на бойню, чтобы своими глазами не только теоретически, но увидеть все это. Но его теория с практикой не разошлась после того, что он видел и даже то, что по дороге он увидел, когда ехал. Вы знаете, посмотрите это. Просто судите чисто и только совестью. Постарайтесь абстрагироваться от всего не в компании, а в одиночку перед собой, перед собой. Честно. Просто включите хотя бы вот ту запись, которую я вам покажу. Будет по ссылке под данным видео. И посмотрите наедине с собой, послушайте озвученную, кому лень читать, первую ступень вот это, что увидел, прочувствовал и что донес до людей Лев Николаевич Толстой. К примеру. В ближайшие годы большинство не откажется от мяса, пока им не тыкнуть в лицо полностью аналогичным мясом. Нет, большинство не откажется от мяса, пока они будут в неведении, пока они будут рабами своего желудка, пока они будут тупыми, глупыми людьми. В том смысле, ну, я имею в виду разных людей, кто-то из-за глупости, кто-то из-за... Есть честные люди среди мясоедов, кто по крайней мере говорит, да, я слезняк, я тряпка, я человек брюха, но я буду так жрать, позиция, ну, вот прям честная. Я всегда за честность, а не за вуалированную вот эту двуличную хитрость и так далее. Нет, надо честным быть, говорить, понимать, но выдавать желаемость действительно, перевирать факты, домысливать и просто, как они говорят сейчас, это молодежь, хайпы и прочие, на какой-то теме, причем, как убедительно, а ведь на чем играет автор, а только на эмоциях, только на вере, только на желаниях людей любой ценой доказать, ну, скажем, безопасность в потреблении мяса и даже полезность, оправдать свою совесть любой ценой и на это все любые слова хороши, даже если они лишены здравого смысла, логики и доказательной базы. Полученным без убийства животного, а богатые веганы лишь для галочки и маркетинга инвестируют в такие проекты, смешные по их меркам суммы. Я вот не, конечно, есть огромное количество людей не соизмеримо богаче меня, и не самый бедный человек, но я не инвестирую, потому что я инвестирую в другое. Моя душа и совесть и разум подсказывают мне инвестировать в леса, в природу, так сказать, в технологии, которые помогут человечеству и природе, во многие другие вещи, связанные вот с как раз нормальной, гармоничной, счастливой жизнью человека на земле, вообще на нашей планете, и вот этим я, например, в том числе занимаюсь, посвящая этому всю свою жизнь, по сути, без остатка. Ну и, конечно, каждый в силу своего возможности, любой человек, может что-то сделать, принести в этот мир хорошее, что-то полезное, ну, а не замыливать совесть, разум, здравый смысл, и вот, так сказать, паразитировать на этой теме, успокаиваясь какими-то самоуспокоительными обманками. Вот это нечестно и подло просто даже. ...состояние всех зажиточных веганов мира превышает сотню миллиардов долларов. А тем временем за налаживание технологий производства лабораторного мяса обещают грант в целый миллион. Это копейки, выделенные для пиара и упоминаний их имен в СМИ. Никто не пытается сделать мир по-настоящему лучше. Ну, придумать нечто инновационное, чтобы полностью... Да пытаются, пытаются сделать и делают, просто это не выход. Это заменить, это ментальное трупоедство будет, даже если не физическое. Ментальное это то же самое по сути. Человек, переходя на веганские сосиски, там сардельки и все такое, фактически остается, потому что эти слова, термины ассоциируются, понятно с чем. И уже посылают вот этот вот в мир, так сказать, посыл совершенно нездоровый, неразумный. Этого просто нет в природе. Это просто не должно быть для человека как пища это и все. Так, давайте покажем тогда, на тот момент 98-летнего вегана, пару слов, что он говорит, а это врач-кардиохирург. Меня зовут Элсорт Верхем, я кардиохирург. Я практикую эту специальность на протяжении всей моей профессиональной жизни. Мне 98 лет, и я продолжал работать как кардиохирург до 95 лет. Я веган. К сегодняшнему моменту я являюсь веганом на протяжении почти половины моей жизни. Я полагаю, что это здоровая форма питания. Давайте также покажем, что говорит вот эта вот пожилая, тоже врач, женщина, которая, по-моему, прожила, если не ошибаюсь, 114 лет, которая говорила, что я как перестала материнское, естественным образом, пить молоко, я пила потом только воду. Тоже веганка. посмотрите на и эту женщину. Я даю вам проскрипцию. Давайте посмотрим, как она в 6 часов. Вскоре 100 лет, доктор Денмарк говорит, что она примерно так busy now, как она была, когда она началась 7 лет. Если вы едете правильно, пить правильно, и любите, что вы делаете, то нет причин, чтобы умереть. Ну что вам? Недостаточно? Посмотрите, давайте покажем человека, которого сбила машина в 104 года, или в 105, он в 104 года, сгибал двумя пальцами 25-центовую монету в конверт. Я думаю, вы и молодой такой не сделаете, а он веган более 70 лет был, полный. Ну и что дальше будут нам эти умники говорить? Они как-то обошлись без искусственного мяса. Никакое мясо человеку, то есть трупы убитых животных, мышечная ткань трупов убитых животных не нужна, противоестественно, вредна, всегда приведет к раку, если только человек не умрет раньше от других болезней, что часто происходит, а так все мясоеды умирают от рака, и это гарантия, просто 100% понятно, что конец жизни это будет онкология и так далее, и так далее. И что, нам подсовывают искусственные вот эти трупы? Да не надо! Мозги лучше себе искусственные вставьте, может быть, больше пользы будет другим людям от ваших искусственных мозгов, чем от таких искалеченных. Заменить мясо, обдумать и вложить серьезную сумму в гуманную технологию мгновенного убийства животных. А, вот как. Ну давайте вложим технологию в гуманное убийство вот таких вот авторов. Давайте, а почему бы нет, кстати, гуманно будем их убивать. А почему бы нет? Им-то можно убивать. А, потому что человек, ну да, мы же люди, и вроде друг друга должны поддерживать. А кто их поддержит? Беззащитных животных. За кого, ну некому порой заступиться. А вы еще злитесь, критикуете, ненавидите тех гиганов, которые, да, действительно выбрали, может быть, слишком активную и такую не совсем, может быть, с точки зрения обычного человека понятную схему донесения информации, как обливание красками шуб, там и так. А как им, бедным, несчастным людям, которые мучаются от этого понимания несправедливости, как им, собственно, достучаться до невежд, до подонков, до безразличных, знаете, вот негодяев, которые циничные такие люди. Вот не все, конечно, многие просто люди, обычные мясоиды, кто ест все это подряд, но не думают просто об этом никогда. Таких людей я вообще не осуждаю. Я осуждаю тех людей, которые являются циниками, подлецами, хитрецами, вот такими иезуитами. Вот таких, да, таких, да. Потому что нужно быть честным человеком. Если ты слаб, говори, я слаб, и поэтому, или там, мне плевать на все. Ну, это будет позиция, просто негодяй, но зато честно. Так что давайте дослушаем, и потом в завершении пару слов я еще скажу. Страдание. Законодательно, а не через фоточки в инстаграме обязать производителей отказаться от ненужного убийства животных. Веганство в тек... Прекрасная мысль. От ненужного убийства животных надо отказаться. Поэтому от убийства животных вообще, кроме случаев самозащиты, надо обязательно отказаться законодательно. Вот это абсолютно справедливо. В общем, в виде генерация привлечения внимания к своей персоне. Его возглавляют знаменитости, проживающие на виллах. А миллионы простых работяг гробят себя, насмотревшись на их здоровые тела и лица. Мы... Нет. Простые работяги, шахтеры, дальнобойщики, а я знаю таких, являются, есть и среди них грузчики, есть веганы, сыроеды, и даже, ну, просто веганы. Какая разница, он же про... Вообще вегетарианцев говорит. А я дальше говорю про веганов. И что? И вот они даже пишут, есть такие письма мне многие, что я просто поражаюсь, насколько люди просто прозомбированы. Сидят, постоянные перекуры, пережирают, устали. Здоровые мужики в три раза больше меня по массе тела, а я, говорит, больше них могу перенести груза, при этом могу не отдыхать. И я поражаюсь просто, что они не могут просто даже очевидного видеть. Настолько их мозги вот как бы разъедены вот этим трупным ядом. Мы глубоко уважаем настоящих вегетарианцев, которые пытаются сделать мир лучше. Это видео не направлено на их ущемление. А, вот как сказали в конце, да? Ну, а так и мы говорим про хороших, нормальных людей. Зачем же мазать все вообще? Да нет, цель-то видео тут была другая. Самоправдалки, это такие хлопания в ладошки друг к другу в хорошей компании, что вот мы какие хорошие, вот мы какие молодцы, мы же совсем не отрицаем. Ну, давайте теперь, так сказать, будем жрать-то все равно, чего хотим. А ну, подавайте, ученые, все эти мерзавцы, веганы, богатые, нам сделайте искусственное мясо. Мы же хотим жрать привычно. То, что как бы неестественно вы нам говорите, мы на то не пойдем. Мы привыкли к этим вкусам, хотим жить ради еды. Любимый, привычный. По-другому не согласны. А ну, давайте нам полную альтернативу. А сейчас прям. Ага, дождетесь. Оно направлено на поддержку разумного подхода к жизни. Вы не поможете планете, отказавшись от животной пищи. Нет, вы как раз поможете планете, отказавшись от животной пищи, потому что вы не будете участвовать в этом преступлении перед планетой, перед животными, перед разумом, перед своей судьбой будущей, которая напрямую связана с тем, что вы сегодня, сейчас делаете. Если вы убиваете, участвуете в убийствах животных, ни в чем не повинных, без цели выживания и необходимости критической, оказавшись в таких ситуациях, когда нечего больше есть, и вы умираете от голода, так вот, в других ситуациях вы обязательно кармический ответ за это получите. И это правильно, это справедливо, это естественно, потому что такие законы причинно-следственных связей. В природе все происходит по законам причинно-следственных связей, то есть, то, что посеешь, то и пожмешь. И, соответственно, наша нынешняя жизнь есть следствие прошлой и причина будущей жизни. Поэтому куете вы в завтрашний день сегодняшними своими руками. Ну вот, думайте, как вы будете дальше жить. И в то же время, катаясь на бензиновом автомобиле, загрязняя атмосферу и все так же убивая животных. А не надо кататься. Катайтесь пока в общественных трамваях, метро и так далее. Будете. А кто хочет машину, ну что ж, пожалуйста, посадите 10 деревьев, 100, 1000 деревьев. Вы оправдаете принесенный ущерб природе, а скоро надо будет пересаживаться на электротехнику, на, скажем, бестопливную энергетику. А это будет скоро, обязательно будет. Уже точка невозврата пройдена. Но об этом будут другие мои видео отдельные. Вы не поможете планете, составив список миллиона чистых от животного белка продуктов. Вы не поможете планете постом в инстаграме о том, какой вы молодец и как отлично себя чувствуете. А вот покормив бездомного котика очень даже поможете. Котика покормить это тоже великолепно и противоречия здесь опять нет, которые они хотят почему-то противопоставить эти два явления, два действия. Так вот, только котиков давайте кормить не кормами, которые произведены из кишок, шкур и других частей тел других бедных животных убитых специально в том числе для того, чтобы кормить любимых котиков. А пищи веганской, которая вполне достаточно даже животным-хищникам, о чем свидетельствует не только теория абсолютно понятная, но и практика. А как говорится, практика – критерий истины. или поддержав конкретную организацию из последних сил защищающую вымирающие виды, найдя приют для животных в своем городе и вложив в него любые свободные деньги и поддержав в соцсетях. Ну так прекрасно, а зачем же это противоречие? Можно делать и то, и то. И словом, и делом это великолепно и правильно. Очистив ближайший лес и пляж от мусора. Ну разве кто-то с этим спорит, это, кстати, прекрасная мысль. Я вот лично призываю, дорогие друзья, останавливайтесь где-то в природе, едете на машине, ну вот вы осознаете, да, губите природу, вроде бы участвуете в этом деле, остановитесь, увидите кучу наваленную на обочине, а там сейчас таких мест тысячи, миллионы по России, ну соберите, утрамбуйте, компактно взбейте в мешки, рассортируйте в конце концов, привезите на свалку, ну хотя бы точечно это будет утилизировано, когда-то найдутся технологии и уже есть, которые будут утилизировать эти свалки, но это проще, чем миллионы точек и губится действительно природа, местно, везде, повсеместно, зачем это делать. Тут правильный совет. Есть миллионы по-настоящему полезных занятий, которые помогают природе, они идут ей наперекор. К сожалению, пока человечество не на том этапе развития, чтобы каждый мог позволить себе отказ от мяса. Нет, на том, и это дешевые отговорки. Всегда человечество в любые времена на том этапе, ну кроме, конечно, каких-то отдельных временных отрезков, там тяжелых катаклизмов, войн, а сейчас нет войн, тяжелых катаклизмов нет, и поэтому люди могут легко и непринужденно отказаться от животной любой пищи, поняв, что это не их видовая пища, что они причиняют себе непоправимый ущерб, потребляя это физически, а также духовный, также они тормозят свое развитие эволюционное, личное, души своей имеется ввиду. Они приносят в этот мир зло, они поддерживают это массовое зло и убийство игр играми своими, вот это употребление трупов животных. И многое другого плохого творят эти люди, и поэтому не надо, и надо действительно отказаться сейчас, здесь и сейчас. Немедленно, а не когда-то. Вот, собственно, и все. однако на том, чтобы осознать, что стреляя из дробовика в воздух, вы не убьете вредные молекулы углекислого газа. А вот как раз углекислый газ очень полезный, и как раз чем выше содержание углекислого газа в крови человека, ну, до определенной меры, нормы, 6% от общего содержания газа, тем лучше его здоровье, потому что сосуды находятся в нормальном, не спазмированном, а расширенном состоянии, когда кровоток нормален, естественен, и тогда причин умереть раньше времени от инфарктов, инсультов, по крайней мере, будет меньше. Поэтому и тут невежество человек провел. Хотел какой-то очередной, красивый, такой вот, создать фон или привести пример, а получилась глупость очередная. Очень любим животных и не хотим, чтобы они умирали ради бургеров. Ну, а лично мы каждый день выходим на улицу и кормим бездомных котов. С научной точки зрения мы также понимаем, что для ломания хребта природы и эволюции нам нужен настоящий технологический скачок. Ну, а да, только этот скачок был, и его просто под сукну убрали. Да, это бестопливная технология энергетики, свободная, дешевая и бесплатная. И это свобода человечества, а не порабощение ее чипизации, компьютеризации, так сказать, электронными деньгами и так далее. Это многое другое. А сетчашняя, нынешняя цивилизация идет как раз к тотальному уничтожению и человека, и природы в целом. Несчадной эксплуатации бездумной, ненужного потребления, гонки потребления вообще всего, а не только еды. То, что берется, покупается в течение месяца или года максимум, выкидывается. А раньше люди были бережливыми, годами, веками хранили какие-то вещи, использовали. Все эти вещи в природу попадая, разлагались, вовлекались в биологический оборот. Дом сгнивал, росла трава, зелень, росли деревья, так менялось все, а теперь нет, пластик, металлы различные, сплавы и так далее. Так вот, надо относиться к природе рачительно и выпускать такую продукцию, если мы говорим про промтовары, которые будут годами и даже столетиями служить. И вот это правильно, а выпуская миллионами тонн пластиковые изделия, это преступление. Выпуская миллионы тонн ненужных продуктов, косметики, всяких упаковок, прочего, это преступление, конечно. И нужно это не поощрять, а действительно переходить на совершенно альтернативные технологии, которые сейчас уже есть. Как минимум, мясо из пробирки, доступное каждому. Нет, мясо из пробирки, как и человек из пробирки или животных из пробирки или трансгенные организмы, полученные, так сказать, компаниями, которые раньше уничтожали людей во Вьетнаме и так далее, категорически нельзя потреблять, применять и пользоваться. Только тогда скотобои не смогут закрыться навсегда. Так вот, тогда все это прекратится, когда человек просто сам лично для себя уяснит, все, я больше в этом не участвую и без всяких мудрствований лукавых. И давайте приведу здесь вот этот пример, а сюжет мы сейчас вставим. Когда охотник, не вот эти охотники с пивными пузами, которые ради развлечения животных убирают, потом пошлые шуточки под бухло рассказывают, подтрунивая друг перед другом где-то в каких-то компаниях-посиделках на природе, которые они называют охотой, а настоящие охотники, промысловики, которые этим живут, мудрые люди от природы, которые по полгода ни с кем не разговаривают в тайге в одиночке. И действительно, это люди-философы, многие из них. И вот такой Геннадий Соколов, который я лично, конечно, как человека, мудрого человека от земли, от природы, очень уважаю. Вот что он сказал по поводу убийства, даже не массового, а вот лично своего теленка, который летом откармливал, но он, его семья. В кого пальцем не тот убийца или пособник убийцы? В любого, в любого человека, даже тот, кто там стонет и жалеет всех. Почему? Очень просто. Хозяин свинью держит, он ее заведомо для чего держит? Убить. Убить для чего? Самому есть и продать. А тот, кто жалеет это все дело, покупает у него это мясо. Так что, здесь круговая порука в этом деле. И охотник точно такой же, как тот же хозяин, только он более, как тебе сказать, честнее. Ну, не то, что честнее. Этот человек заведомо кормит. Я вот тоже держал скот, и у меня рука не поднималась на него, потому что там вот тот же бык, его два года держишь, но он к тебе доверяет, он тебе подходит, ждет тебе там какой-то ласки, подачки, а ты ему пулю в лоб, предательство. А здесь зверь дикий, он знает, что от меня добра он, не дождется он, от человека имею в виду. Он старается убегать здесь, кто кого перехитрит, естественно. Так и не смог Геннадий Соловьев забить своего быка. Вот в этом все. То есть, когда человек честен, до конца честен, он не сможет себя оправдать дешево и подло, тем более других мозги запудрить еще этим самобудет, до конца честен перед собой. И пусть это будет началом нового осмысления жизни тех людей, я надеюсь, кто на пути, на перепути стоит, кто думал над этим, но отбрасывал от себя эти мысли, которые успокаивали себя, чем-то, лишь бы привычно жить. Надо быть сильными людьми, а не слабыми, не тряпками, а волевыми. И нужно понять, что живете вы не для брюха своего, а для чего-то другого, более высокого. Да и то, это лишь первый шаг. Ведь есть еще вредные выбросы, загрязнения рек и миллионы вещей, которые необходимы планете, больше, чем отсутствие убийств животных. Нет, вот как раз вот этот пластик, который показали в океане плавающий, вот этот ужас, он как раз вообще, вообще не нужен человечеству. И поэтому это в том числе страшная проблема, которую тоже нужно решать. А зачем противопоставлять эти две серьезнейшие проблемы? Их категорически нельзя противопоставлять. Обе эти проблемы и еще что-то мы можем назвать то, что является пагубой. И надо бороться со всем этим. И альтернатива всему этому и есть. Жили прекрасно раньше люди без этого. А теперь тоже могут на новом витке, скажем, эволюции технической мысли человека, только если эту мысль техническую во благо пускать человеку и природе, а не во вред. Они успешно уничтожали друг друга и до появления людей на земле. И пока мы не те, кто может изменить ситуацию. Мы как раз именно те, кто может изменить ситуацию для себя и своими действиями планету не губить. И себя тоже не губить своими безумными действиями. А знаменитости верещащие о веганстве делают все только хуже и уводят внимание от настоящих... Вот как? Уводят внимание от настоящих проблем? А по-моему эти люди, ну по крайней мере часть из них уж точно не верещит, это автор верещит. А люди эти не верещат. Они показывают, они призывают людей к неплохому, а хорошему. И нет никаких противоречий в том, что нужно не одну какую-то проблему поднимать и решать, а множество проблем. Докатились мы уже. Докатилось человечество до той катастрофы, на грани оврага стоим, упадем скоро. И поэтому решать нам надо много проблем сразу. И одно не противоречит другому. То есть решение одной проблемы и другой это взаимосвязанная цепочка наших разумных логических действий, необходимых для спасения нас и планеты и всех живых существ на нашей планете от нас, самих безумных людей, вчерашних еще. И мы это можем сделать. И надо делать, а не отговорки дешевые искать. Или, мол, ученые все на них перекладывают. Создавайте, мол, а мы подождем. Ну, сейчас. Нет, это вы плевали на планету и плевали на других людей и на животных уж тем более плевали, а только на свое брюхо любимое не наплевали, ради которого вы живете. Давайте поставим сюда для завершения фразу одного ученого, академика Брандштейна из моего видео про диетологов, академиков и так далее, как они обрушились на бедного парня, который пришел вам сказать, что я изменил свое питание, я стал жить более счастливо, здоровее, лучше. Как же на него окрысились? За свою любимую сосиску. Ведь они же понимают, что они делают что-то плохое, что живут неправильно. И тут человек, который просто своим примером показал обратное, их злит, естественно, как людей нечестных и непорядочных. Порядочные люди бы порадовались за него и сказали бы, как же действительно вот мы живем, надо изучить хотя бы надо это, но действительно вот факт есть, но давайте изучать, смотреть. А ошибки, что ж, ошибки есть у всех людей. Итак, пожалуйста, в завершении посмотрите, что сказал, что такое есть мясо, до чего договорилась академическая наука в лице академика Бронштейна, что же мы едим и как нужно есть этот замечательный продукт, ну, а собственно, договорит он сам. На этом все и в завершении хочу вам только лишь пожелать здравомыслия, крепкого здоровья и конечно же если вы захотите подписывайтесь на мой канал, обязательно поставьте на колокольчик и тогда вы не пропустите мои новые видео, которые выйдут, у вас будут уведомления, если захотите, посмотрите, нет, не посмотрите. Ну, на этом все, пишите комментарии, беседуйте друг с другом, делитесь моими вот этими видео важными, для всех нас, я так полагаю, важными в соцсетях и пересылайте друзьям, знакомым. До новых встреч, всего хорошего, завершаем речью Академика Бронштейна. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok